так ну что дядя гриша сейчас вам расскажет где он отдыхает завтра уже поедем в москву меня просили подписчики рассказать про отель давайте я вам расскажу мы сейчас пройдем из одного конца отеля до другого к морю здесь огромная территория и я параллельно вам все расскажу как есть и если кто-то захочет отдохнуть в тунисе на острове джерба может быть поедет в этот отель потому что я его рекомендую серьезно есть небольшие минусы но плюсов огромное количество в принципе живешь здесь как в раю но сейчас я обо всем вам расскажу называется отель значит club magic life сейчас вспомню тут стерлась чуть-чуть club magic life пенелопа beach imperial в общем длинное название такое и мы сейчас находимся в крайней точке далеко от моря что у нас здесь есть здесь у нас можно стрелять из лука играть в большой теннис баскетбол кстати кольцо заменили вот буквально наверное вчера она была покосившиеся ну то есть народ следил здесь с этим все хорошо здесь у нас есть бунгало друзья я честно я не знаю просто что это за бунгало как там живется но я не советую вам останавливаться в этих бунгало потому что это реально далеко от всего то есть это самая крайняя точка я вам скажу где лучше брать номер в принципе там где мы и живем а пока идем и что у меня связано с этим местом ребят в этом отеле нужно обязательно изучать программу здесь есть клуб для детей есть тинейджеров для тинейджеров клуб есть аниматоры есть том числе русскоговорящие аниматоры с этим все в порядке но нужно изучать расписание потому что мы что-то нам в голову ударило хотим пострелять из лука ну матвей хотел мы пришли и как раз дети закончились на 5 звука я говорю ну давайте хотя бы может быть за деньги там возьмем урок частной стрельбы из лука говорит нет нельзя в том числе я даже оставил в этом отеле есть специально приложение для айфонов там и для андроидов на им тоже и там можно задавать вопросы я там оставил вопрос типа ну как же так можно пострелять из лука потому что у нас в принципе не получится в следующий раз посетить это мероприятие потому что мы уезжаем так никакого ответа и привета мы не получили но это вот один из минусов эта фигня на самом деле тут кроме стрельбы из лука очень много всего вот и такие вот бунгало видите везде кстати вот смотрите такие вот таблички это видимо на всякий пожарный если эвакуации где народу собираться ну знаете да там были какие-то события раньше неблагоприятные видимо с этим связано безопасность на хорошем уровне вам точно могу сказать с этим проблем но страхов никаких не испытываем везде таблички вот для детей клуб детьми здесь очень хорошо занимаются то есть в принципе если вы захотите можете сдать своего ребенка маленький он большой тинейджер можете сдать его и забыть про него но у нас не та ситуация в принципе вместе с детьми отдыхаем сами мы сами как дети и дети у нас вместе с нами мы не пользуемся этими услугами но на самом деле ничего в этом плохого нет на самом деле все здесь хорошо так мы пришли к бассейну вот этот первый бассейн он такой мелкий вот видите 75 сантиметров но такой лягушатник для взрослых здесь же у нас лежаки но все как обычно это у нас бар баров куча никогда голодными вы не останетесь это вот булутка с аниматорами кстати сегодня суббота и аниматоры в принципе отдыхают то есть никаких программ нет сегодня почему-то включили русскую музыку почему непонятно вроде бы нормально же общались нет решили включить русскую музыку может нас увидели это большой бассейн так вот отдыхает семья это большой бассейн здесь глубина у нас метр восемьдесят здесь основной ресторан очень много ресторанов оля карт мы кстати в них не были у нас другие приоритеты в принципе как за ним и не ходили кормят в принципе очень хорошо вот это основной корпус сейчас мы пройдем через рецепшен и я вам расскажу про то как мы здесь живем здесь программа всякие hello thank you здесь хорошо прохладно народу кстати не так много на рецепшене постоянно кто то есть здесь мы меняем деньги здесь есть интернет мы живем где-то там там подальше давайте покажу где мы живем пройдем через это место вот это вот у нас человек главный по массажу спасибо на массаж мы ходим массаж здесь стоит недорого делают хорошо рекомендую взяли взяли два курса как сказать сначала один потом решили повторить вот а здесь мы живем здесь русскоговорящий гид ну чё пойдем гида патролем здравствуйте ну как как скажите здесь отдыхать хорошо русским туристам народ не жалуется все рады все домой конфликтов нет слава богу у вас у вас несчастные случаи настройки были будут все идем дальше в общем ездить ну видели данных store русскоговорящий гид вот здесь вот мы живем вот это два наших номера ну не буду я заходить показывать что там номер совершенно стандартный там есть ванна у нас большая кровать объединенная и ну смысле такая большая цельная а у детей две кровати стоят рядом вот это наши балкончики кстати говоря по поводу номера убирают каждый день нареканий нет единственное нарекания но там нет как вот у других отелях которых мы отдыхали нет отдельно мыло отдельно каких-то там масел там не знаю чего-то в пакетиках там только стоит вот как знаете в общественном туалете там хорошему ты тут где можно выдавливать шампунь одна такая штука стоит аппарат стоит около ну в в ванне а второй около рукомойника все и да ребят я рекомендую жить именно вот там где мы живем в основном корпусе я не знаю почему нам так повезло что у нас туда расселили возможно потому что я за день до приезда отправил письмо и попросил чтобы в нашем номере был вид на море был интернет вот но вида на море здесь нет ни в одном номере потому что сейчас увидите почему сейчас мы пойдем дальше по территории вот это вот центр где делают массаж здесь тут есть и закрытый бассейн и открытый бассейн как я понял когда не сезон работает наверно только вот тот закрытый бассейн который в этом центре мы прошли примерно полпути здесь реально большая территория давайте пока иду расскажу вам про то как к русским туристам относятся в том же ресторане в основном очень хорошо сразу хочу попросить своих подписчиков которые смотрят который возможно поедет в тунис если у вас есть возможность оставлять чаевые оставляйте потому что везде во всех заведениях общепита в основном официанты живут за счет чаевых и отеля не исключение так вот очень хорошо относятся к нам на завтраке на обеде на ужине единственное есть один такой официант ну какой-то злой знаете как в индийских фильмах есть такие злые персонажи и вот на него посмотришь даже если вы с ним еще не общались сразу видно такой злой завистливый жадный и так далее вот но ничего страшного мы в принципе стараемся садится где его нет несмотря на то что ему оставляешь чего его все равно какой-то не очень и этот один из минусов но все эти минусы меркнут этот единичный случай почему так получилось сейчас расскажу давайте вот посмотрим это ресторан аля карт мы здесь не были это вот территория которая ближе к морю здесь еще один бассейн здесь горки давайте пойдем посмотрим на горки так здесь у нас метр тридцать здесь метр пятьдесят здесь тоже можно поесть здесь мы вообще практически не сидим здесь устраивают пенные вечеринки это такой вот небольшой аквапарк и здесь сцена в плане развлечений ну вот если кто-то едет развлекаться дружить там со сверстниками еще что-то это сюда вот там вот смотрите вот там еще одна большая основная сцена где проходят вечерние представления очень на одном мы были на этом представлении и больше как бы не доходили ну давайте пройдем через этот мостик и через детскую площадку сейчас hello вот здесь для маленьких детей грибок в общем классно все неплохо давайте все-таки до моря с вами дойдем и обещанная история почему же некоторые официанты к русским относятся не очень а может не только к русским не знаю в общем гид приветливый которую мы видели она нам рассказала что а что вы думаете вот сейчас русских немного со действительно русских хватает немного человек 100 всего здесь человек 800 что ли а раньше было по-другому начале сезона здесь были шумные компании и летали стаканы и даст и там мало ли кто-то перепил недовольный русский турист а может быть запустил стаканом именно в этого официанта ну вот у него остался осадочек но это моя мои догадки как бы я сопоставил историю гида и нашу ситуацию посмотрите здесь можно играть в пляжный футбол здесь вот там дальше несколько площадок по пляжному волейболу здесь можете поиграть в игру как называется боча что ли но если вы хипстер или немец например можете поиграть я не умею играть в эту игру со стороны выглядит вот здесь челаут зон здесь пляж для вы короче 18 плюс но я еще маленький я здесь не был тем не менее там и гамма так прикольная обстановочка вот и мы пришли а давайте посмотрим на схему пляжа так вот пляж выглядит все посмотрим просто здесь многим эти душ переодеваться ресторан справа лежаки слева лежаки здесь же вот эти вот катамараны я такой ну они вообще бесплатные лишь бы тут только умел на них ими управлять также бесплатные каноэ мы ездили кататься бесплатно катают на банане совершенно бесплатно это удивление весь и винсерфинг все что угодно water спорт центр парашюты уже за деньги водора смысле не квадро ну эти мотоциклы водные тоже за деньги естественно этот пляж в основном находимся на нем море отличное в общем в тунисе круто серьезно никаких нареканий нет всегда есть свободные лежаки но тоже именно в то время когда мы здесь находимся может быть потом загрузка отеля будет больше ситуация изменится по поводу вай-фая и по поводу номер как вы поняли вот на этой территории который близко к морю вообще нет номеров и жить невозможно поэтому мне не могли дать номера с видом на море но далее номера с вай-фаем а это здесь в принципе редкость номера с вай-фаем вай-фая есть на рецепшем есть в этой зоне где аквапарк там тоже есть вай-фай но вай-фай слабенький я чувствую очень долго буду загружать этот ролик в целом не буду прям ставить каких-то оценок как многие делают там 9 из 10 или еще как-то в целом нравится я могу вам рекомендовать этот отель испробовал на себе на своей семье и меня к вам большая просьба если вы будете в этом отеле после этого ролика напишите комментарий как вам понравился или нет составим свой рейтинг ну а дальше будут ролики уже наверное из москвы моде а стиле все как вы любите григорий пронин вас не бросит все давайте лайк ставим этому видео ролику подписываемся на канал пока